Здравствуйте, дорогие коллеги! Сегодня я расскажу вам о том, как профилактировать коронавирусную инфекцию с позиции врача-диетолога. Но вначале немножко о себе. Я врач-диетолог, стаж в диетологии у меня уже больше 10 лет, а медицинский стаж больше 15 лет. И я работаю на протяжении всего своего диетологического карьерного пути в стационарии, и поэтому считаю себя все-таки клиническим диетологом, который разбирается также в ведении и пациентов с заболеваниями. Я кандидат медицинских наук, и основная точка моих интересов – это изучение ожирений сопутствующих заболеваний. А также преподаю на кафедре гастроэнтерологии и гипотологии. В частности, в большей степени в его части кафедры, которая занимается обучением диетологов, под руководством Андрея Юрьевича Барановского. Итак, конечно, на сегодняшний день мы мало знаем о коронавирусной инфекции, хотя данные пополняются с каждым днем, но в большей степени мы знаем о течении других вирусных заболеваний, в частности гриппа. И я хочу с вами поделиться информацией из статьи, где наши коллеги провели анализ пандемии 1918 года, а также и других годов, и что же они показали. Что фактором риска, который увеличивает вероятность заболеть вирусным заболеванием, конечно же, является возраст. А также мы уже знаем и из нынешней пандемии, что ожирение и сопутствующие заболевания тоже являются высоким фактором риска по заболеваемости вирусной инфекцией. Недостаточность питания, ну и, конечно же, образ жизни, о чем мы забываем с вами. Об этом очень мало говорят сейчас СМИ, что почему даже мы с вами медики в очень большой группе риска. Ведь, например, работа по 10-12 часов – это тоже фактор риска заболеть вирусной инфекцией. И вот на этой картинке, посмотрите, лайфстайл – это частые перелеты, это много работы, это посещение каких-то массовых мероприятий, но, слава богу, сейчас у нас карантина, этого нет, а также проживание в тех же домах престарелых тоже является фактором риска по заболеваемости вирусными инфекциями. И хочу с вами тоже еще немножко поделиться данными о влиянии, недоедание и ожирение на вероятность заболеть вирусной инфекцией. Да, такие два крайних состояния, и они оба на это влияют. Посмотрите, что нам говорят исследователи, что недостаточность питания влияет на иммунный ответ хозяина, а также на патогенность вируса. В то же время пандемия гриппа 2009 года показала, что хроническое недоедание среди гватемальских детей было показателем более высокой заболеваемости и смертности. И мы это знаем. Как доктор, который работает в стационаре, я занимаюсь именитационной поддержкой истощенных пациентов, онкологических перед и после операции. Мы точно знаем с коллегами, что если пациент у нас с тяжелой степенью недостаточности питания, то брать его даже не стоит в данный момент на плановую операцию, потому что риски очень высокие, риски после операционных осложнений и смертности. С другой стороны, давайте теперь посмотрим на другую крайность – ожирение. А ведь даже есть русская пословица, пока там, не буду называть прям все слова, пока худой умрет, человек с большим весом, он только похудеет. Но научные данные говорят об обратном, что ожирение увеличивает и риск госпитализации, и вероятность смерти от вируса гриппа. И в то же время исследователи показали, что ожирение снижает вирус специфический ответ на клеток, и в то же время снижает ответ антител на вакцину против сезонного гриппа. То есть получается, что эти две крайности плохо влияют на вероятность заразиться вирусной инфекцией, и на течение этой вирусной инфекции, увеличивая риск осложнений и летального исхода. Почему это происходит? Потому что эти два заболевания такие разные, но такие близкие в своей сути. Ведь сейчас мы говорим о том, что, к сожалению, растет количество саркопенического ожирения. Если еще пару лет назад на том же конгрессе Эспена были дискуссии, о хорошо или плохо иметь ожирение, и были данные как в пользу этого, так и против. Почему? Потому что было ожирение, которое имело много мышечной массы, и, конечно, риски тех же инфекционных рассложений были ниже. Но с каждым годом, с увеличением количества гиподинамии, увеличением количества хронического стресса, все больше и больше пациентов имеют избыточный вес, но при этом имеют и недостаточность питания за счет уменьшения мышечной массы. Конечно, понятие саркопения пришло к нам из геронтологии, и поэтому даже в определении европейского консенсуса по саркопении, саркопения рассматривается как уменьшение мышечной массы тела, снижение функций и силы, обусловленной возрастными нерагуморальными сдвигами, нарушением питания и мышечным катаболизмом. Но сейчас мы видим саркопению молодых людей, то есть возраст уже не является показателем, который увеличивает риск развития саркопении. Поэтому у своих пациентов надо рассмотреть не только массу тела, но обращать внимание и на количество мышечной массы, и как мы это можем сделать. Но перед этим хочу вам сказать, что это не выдумки, и почему же при ожирении, в принципе, ожирение является хорошим таким фоном-подложкой для развития и снижения количества мышечной массы. Во-первых, мы знаем, что идет рост гиподинамии, мы стали меньше двигаться. И если, например, в Европе были программы по увеличению активности, стимуляция, например, использования велосипедов, то России, к сожалению, таких программ в настоящее время нет. С другой стороны, мы знаем о том, что дефицит витамина D у большого количества населения, и по последним данным в России дефицит витамина D занимает второе место по авитаминозам и гиповитаминозам. Инсулинорезистентность, как основной механизм патогенеза развития ожирения и его прогрессирования, тоже влияет на распад мышечной массы. Изменение синтеза белка. С одной стороны, идет увеличение распада протеина и снижение его синтеза. С другой стороны, то, что у нас сейчас пропагандируется как инструменты снижения веса, такие как очень жесткие диеты, они тоже способствуют распаду мышечной массы. И диета – это не инструмент работы с ожирением, потому что мы только усугубляем течение ожирения. Митохондриальная дисфункция, повышение факторов воспаления. И для нас с вами не секрет, что ожирение – это системное воспаление, что роднит ожирение с онкологическими заболеваниями. Ну и, конечно, гипогонодизм, который тоже вносит свой вклад в распад мышечной массы. И как же мы можем с вами диагностировать у наших пациентов саркопению? Нам нужно посмотреть три показателя. Это масса, это сила и функция. Конечно, в данный момент в условиях карантина и мы ушли от плановой очного конфликтирования, нам очень сложно с вами качественно оценить количество мышечной массы, потому что мы знаем, что стандарт золотой в оценке мышечной массы – это рентгеновские методы. Ну или хотя бы биомпедансиметрия. Конечно, сейчас мы не можем это провести пациенту. И, например, в тех же последних рекомендациях по ведению пациентов с коронавирусной инфекцией рекомендуется активно использовать все средства телемедицины для того, чтобы снизить вероятность заражения и пациента, и врача. И я предлагаю использовать антропометрические данные. Я чуть позже расскажу, какой показатель мы можем с вами использовать. Точнее, я даже учу своих пациентов самостоятельно его измерять. И по этому показателю мы оцениваем в настоящий момент динамику по мышечной массе. Динамометрия – все просто. Нужен просто динамометр, и с помощью него можем оценить силу у данного пациента. Ну и функция – это скорость ходьбы, какое количество человек пройдет за 4 минуты, и мы можем оценить, какая же будет скорость походки. Итак, как мы можем оценить количество мышечной массы? Есть прекрасные показатели, и он рекомендуется не только в консенсусе по саркопении, а также во всех наблайнах эспен, как инструмент для оценки количества мышечной массы. Это окружность мышц плеча. Нужно всего лишь измерить два показателя. Это окружность плеча и толщину кожно-жировой складки. Это может сделать вполне у себя дома пациент. И путем расчета мы определяем окружность мышц плеча, по которым мы можем говорить о соматическом поле белка. И здесь я привожу вам данные, на основании которой вы можете ориентироваться и уже оценить количество мышечной массы у своего пациента и заподозрить на нарушение статуса питания той или иной степени. Я своим пациентам даже присылаю вот такие небольшие распечатки для того, чтобы они могли качественно дома попросить своих близких людей, с которыми они проживают, оценить окружность плеча. Мы измеряем посередине между акромиальным и локтевым отростком, а также кожно-жировую складку над трицепсом. Сейчас в доступности можно купить калибер и дома это качественно измерить. Итак, если у вашего пациента снижено количество одного показателя, то это у нас при саркопине и снижено количество мышечной массы при сохранении мышечной силы и функции. А если у пациента снижены два показателя, то это показатель саркопении. И если у пациента снижено количество мышечной массы и мышечная сила и мышечные функции, это тяжелая саркопения. И чем выше тяжесть саркопении, тем выше риски, например, по заражению той же вирусной инфекцией. Итак, перейдем, соответственно, к тому, а что же делать. И в данный момент мне больше всего нравятся именно последние рекомендации канадские по питанию от 2019 года. В чем их особенность? Посмотрите, если вы видели рекомендации европейские или американские, там написано, сколько нужно еды есть. А в канадских рекомендациях это новшество не написано. И есть единственная рекомендация, ешьте разнообразную здоровую пищу каждый день. Вы можете подумать, а как же мне пациенту рассказать, а сколько же ему есть. И здесь это уже такой вектор развития в сторону того, что нужно обучать наших пациентов есть достаточно, потому что каждому пациенту достаточно это что-то свое. Но при этом здесь же есть некоторый трафарет, по которому пациент может определить, а есть ли он все необходимые ему продукты. И как я объясняю пациентам, как им посмотреть, едят ли они все необходимые продукты. А все продукты, которые у нас есть, мы можем разделить на шесть основных групп. И каждая группа по-своему полезна. Нельзя ее взять и убрать. Я не сторонник никаких диетологических протоколов, я сторонник сбалансированной разнообразной еды. И опять же, в последних гадлайнах Эспена для пациентов с коронавирусной инфекцией написано, что ни в коем случае в данный момент времени нельзя соблюдать никаких ограничительных рационов. С другой стороны, мы в России знаем, что сейчас у нас пост. И я боюсь, что очень многие люди решили себя избыточно ограничить. Это нехорошо. Потому что, например, такая группа продуктов, как белок, это иммунитет. Давайте вспомним, что такое антитела. Антитела – это белковые молекулы. Нет белка, нет антител. Поэтому, конечно, мы своим пациентам должны сказать, чтобы они ели достаточно белковых продуктов. И даже если они соблюдают пост, хотя, на мой взгляд, сейчас это должны быть какие-то более упрощенные варианты соблюдения поста с включением хотя бы молочных продуктов и морепродуктов. Ну, либо хотя бы они должны тогда добирать количество белка с помощью растительных белков, в частности, бобовых. Дальше обязательно в рационе должно быть достаточно овощей и фруктов, как источников пищевых волокон. А мы знаем, что качественная работа желудочно-кишечного тракта – это тоже иммунная система. И если мы говорим о системе тарелки, то одну четвертую тарелки должны занимать именно овощи и фрукты. Одну четвертую должны занимать белки. И опять же, не должны мы с вами забывать об углеводах. Хотя сейчас, к сожалению, углеводы стали вне закона. Но вне закона – это не все углеводы, а именно сладости и простые обработанные крупы, простые углеводы, обработанные крупы. Потому что они, наоборот, приводят к напряжению иммунной системы и снижению в долгосрочной перспективе. А углеводы, которые мы получаем с помощью необработанных сложных углеводов – это энергия. И мы должны понимать, что синтез белка – это процесс, который требует энергии. Поэтому если человек недоедает, у него недостаточное количество энергии, у него увеличивается тяга, например, к тем же нездоровым продуктам, к сладостям, а с другой стороны, у него недостаточной энергии для синтеза белка. Это будет еще один показатель в сторону того, что у пациента высокий риск развития саркопении. Что мне еще нравится в этих рекомендациях, что здесь уже написано, что здоровое питание – это больше, чем еда, которую мы едим. Это также то, где, когда и почему мы едим. И здесь мы говорим о том, что нужно наслаждаться едой, потому что очень много лет пропагандировалось, что нужно есть еду полезную, забывая о том, что любая еда должна нам нравиться и вызывать у нас аппетит. И сейчас последние исследования меры науки подтвердили эти данные, потому что если пациенту не нравится то, что он ест, это влияет на синтез пищеварительных ферментов, изменение пищеварения, плохому усвоению питательных веществ. С другой стороны, если еда ему нравится, это влияет через центральную нервную систему на секрецию пищеварительных ферментов и улучшению переваривания усвоения веществ. Мы говорили с вами, что нам нужен белок, который, кстати говоря, довольно сложен для пищеварения. Поэтому эти рекомендации мне нравятся именно тем, что они учат нас учиться есть достаточно, и с другой стороны, учиться есть в компании, не переедая, и учиться есть, наслаждаясь. Но что следует отметить, что, конечно, сейчас у нас бум витаминов и микроэлементов, и понятно, что на уровне тревоги некоторых таких тревожных данных по росту заболеваемости коронавирусом мы ищем какую-то волшебную таблетку, которая нас защитит. И в данном случае есть не очень честные люди, которые пишут в Инстаграм, что нужно принимать очень много витаминов, но давайте вернемся, что же все-таки нам говорят исследования. И в последних рекомендациях Эсман говорится, что да, конечно, дефицит витаминов и микроэлементов будет влиять на состояние иммунной системы, увеличивать риск заражения коронавирусной инфекцией. Но с другой стороны, в этом же документе говорится, что нет доказательств, что использование витаминов в супрафизиологических и сверхтерапевтических количествах как-либо влияет на, во-первых, заражение коронавирусной инфекцией, а с другой стороны, на течение этой инфекции. Поэтому если резюмировать эти рекомендации, то можно говорить о том, что, конечно, если у пациента есть дефицит, его нужно компенсировать. Но если у него дефицита нет, то рекомендуется использовать витамин и микроэлементы в среднесуточных дозировках. Ну и последнее, о чем я хочу сегодня вам сказать. Как диетолог и коллеги меня поддержат, это я знаю, что только от еды мышечная масса не стимулируется, не синтезируется. Для этого нужна обязательно физическая активность. И даже в условиях ограничения движения, мы должны об этом забывать, и что мне нравится, наши европейские коллеги специально целую рекомендацию выделили по физической активности, говоря о том, что даже в условиях изоляции нужно находить время, силы и возможности, чтобы вводить свою ежедневную жизнь какую-то активность. Пусть это будет в пределах дома или если у вас свой дом в пределах участка, но обязательно нужно это планировать. И нужно не менее 30 минут в день активно двигаться. И посмотрите, что мы можем предложить из физической активности. Ну, во-первых, ежедневная активность – это какая-то ходьба хотя бы по дому даже, ходьба по приусадебному участку. Какие-то домашние дела – это тоже физически активность. С аэробной нагрузкой здесь мы можем какие-то специальные оборудования, хоть это степпер, хоть эллипсоид есть, но он у вас есть. Силовые упражнения – я рада, что сейчас очень много сервисов, которые имеют и бесплатный доступ, с помощью которых вы можете заниматься силовыми нагрузками, но их можно промедить там 2-3 раза в неделю. Поэтому для того, чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции, первое, что нужно сделать – это качественно, сбалансированно и достаточно кушать. А второе – использовать витамины, микроэлементы, но в разумных количествах. И третье – не забывать про продвижность, потому что первые две рекомендации не сработают, если вы весь карантин пролежите на диване. Спасибо большое и до следующих встреч.